Ребята, здравствуйте всем! Приветствую вас на канале Апасов. Как всегда, выходим с самыми актуальными новостями, с самыми интересными гостями. Сегодня ленту наших новостей будем разбирать вместе с украинским журналистом Виталием Диким. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемый Василий! Здравствуйте все, кто являются подписчиками канала Апасов и кто случайно зашел, но станет потенциально будет подписчиком. Всех приветствую! Да, друзья, еще раз всем здравствуйте и давайте, как у нас полагается в самом начале видео, поставьте, пожалуйста, все лайк, авансом поставьте, потом, если что, заберете. Авансом поставьте лайк, напишите комментарий в поддержку, потому что все эти движения от вас, вся ваша обратная реакция помогает нам продвигаться на платформе YouTube. Без вас никак, поэтому уж помогите нам, а мы постараемся вас в ближайший час не разочаровать. Новостей у нас много, новостей у нас много интересных, потому что Трамп активно включается в работу еще даже до инаугурации, становится известным, кто будет членами его команды. Даже появляются новости о том, что по Украине будет специальный представитель в ближайшее время. Об этом поговорим. О внутриамериканской повестке поговорим, потому что там бурления идут не хуже, чем у нас, но о перспективах Украины в том числе. В общем, много интересных новостей. Давайте по порядку. Виталий, с чего хочу начать? Это списка, наверное, списка команд Трампа, которые все больше и больше людей мы уже узнаем по фамилиям, кто будет. Многих из них мы знали на протяжении предвыборной кампании, потому что они так или иначе высказывались, в том числе и по теме Украины, что для нас в первую очередь интересно. И некоторые назначения неожиданные, но есть ряд фамилий, которые даже какое-то определенное беспокойство сегодня вызывают. И вот на фоне всего этого непонятно, какие будут перспективы, конечно, Украины, потому что Соединенные Штаты с Украиной сейчас как бы связаны, точнее Украина связана с Соединенными Штатами. Вот будет так правильнее сказать. И вот хотелось бы с этим всем разобраться. То есть из последних новостей, я сейчас как бы зачитаю здесь небольшой список, что Трамп назвал членов своих команды. То есть у него будет советник по вопросам национальной безопасности, это Майк Уолтс, полковник национальной гвардии в отставке, который был советником Трампа по вопросам национальной безопасности ранее. Министром обороны, это среди демократов сейчас бурление по поводу этого человека, это будет Пит Гексет. Пит Гексет это один из ведущих каждодневной утренней программы на Fox News. Бывший, правда, офицер национальной гвардии, служил в Ираке и в Афгане. Потом директором ЦРУ будет назначен Джон Радклифф, это бывший республиканец из палаты представителей от Техаса и также бывший директор национальной разведки в предыдущей администрации Трампа. Министром государственной безопасности будет Кристи Ноем, это женщина-губернатор штата Южная Дакота. Первая, кстати, женщина на этой должности. А также будет новый департамент по вопросам правительственной эффективности для аудита всего федерального правительства, который возглавят бизнесмен Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами. Кстати, Рамасвами мы знаем по таким достаточно резким комментариям. Также было анонсировано на Fox News, что в ближайшее время появится еще одна фамилия очень опытного человека, очень рассудительного, на которого будет положена задача найти каким-то образом подход к урегулированию войны в Украине. Пока что фамилию этого человека мы не узнаем. Из этих всех фамилий вот кто-то у вас вызывает какое-то удивление или опасение или радость или, ну не знаю, какие-то эмоции? Ну, честно говоря, я могу начать, в общем-то, обсуждать эту историю с человечка, которого, как вы говорите, еще и не назвали, но этот человечек всплывет в ближайшее время. Я говорю по ситуации в Украине, такой координатор или спецпосланник или полномочное лицо, ну, за глаза же говорят, что это может быть Курт Уолкер. Я не знаю, насколько это правда, но в любом-то случае недавно Курт Уолкер разразился интересным таким умозаключением о том, что Трамп, значит, будет действовать в рамках интересов Украины. Он, значит, поставит, как бы, всех в угол и, понятное дело, навяжет всем свою политику и Украине, и Россию, и, в конце концов, поставит точку о Украине, он особо отдает предпочтение. Ну, я могу продолжить и дальше, но я просто задался вопросом, откуда у него такой оптимизм? Либо он больше знает и владеет абсолютно какой-то информацией и, возможно, даже принимал участие в каких-то возможных обсуждениях, там, среди потенциальных, да, приближенных к Трампу, либо он, по крайней мере, заявляет о себе таким образом. Ну, вы же знаете, для того, чтобы показать и проявить себя, нужно предложить что-то. Поэтому, вполне вероятно, вот сегодня тоже я несколько аналитических таких вот размышлений прочитал, там, экспертов, аналитиков, действительно компетентных людей, они допускают, что такое может быть возможно. Поэтому, думаю, если это возникнет, в общем-то, человек с именем Курт Уолкер, я думаю, абсолютно прогнозируем. Единственное, что он совершенно не вписывается в эту систему координат, если мы рассматриваем вот этот весь сегмент новой команды Трампа. Потому что на двух людях я, конечно, остановлюсь, но вот что касается общей картины, да, там 90% тех людей, которые так или иначе критиковали, значит, поведение украинской власти, в том числе критиковали последние события, связанные с активной помощью Украине. Более того, несколько из них активно проверяли свою позицию по поводу остановки процесса финансирования и помощи, для того, чтобы понимать, зачем они это делают, и выйти на определенный вариант диалога с украинской властью, чтобы те все-таки представили хотя бы этапный план, какие успехи были, в общем-то, заявлены, что было реализовано, чтобы они понимали, куда они, в общем-то, девают деньги налогоплательщиков. Поэтому мне кажется, что как раз до сегодняшнего дня украинская власть находится на распуте, потому что она не может понять, каким будет Трамп и что он будет реализовывать в первую очередь, для того, чтобы, ну, хотя бы как-то смягчить тот фон, в котором мы живем, и, в общем-то, сделать какие-то заявления или какие-то движения для того, чтобы остановить войну. Но вот эта вот история с назначением Раосвами и Маска на высокие должности в органе, которые будут заниматься координированием проведения в Америке реформ, соответственно, контроля там на 50 доллара, я там не знаю, как они будут контролировать ФРС, возможно, у них есть планы, да, то есть и наведение прямого порядка в бизнес-процессах в Соединенных Штатах Америки, ну, это абсолютно предсказуемо и разумно, потому что, в общем-то, Трамп изначально заявлял о том, что, в общем-то, Байден очень сильно фокусируется на внешних процессах и очень мало уделяет событиям внутри страны, потому что нужно решать внутренние проблемы и миграционные, и экономические, и в том числе и политические. И я думаю, что вот что-то приблизительно в этой компетенции будет находиться именно у этих двух вышезаявленных товарищей, единственное, что не понимаю, как они будут делить полномочия. Но что касается Ромасвами, это отдельная история, он тоже был активным противником помощи Украины и вообще считает, что украинский вопрос – это сейчас как бы локальная история, и туда Америка не должна была вмешиваться. Мы помним его активное проявление во время избирательной кампании. А вот что касается Илона Маска, думаю, здесь удар или, будем говорить, ударение ставится на то, что это человек, в общем-то, новых технологий, новых систем коммуникаций, нового видения развития вот этого технологического процесса. И это очень важно для Трампа по той причине, что несмотря на его возраст, в общем-то, достаточно почтенный, все-таки, мне кажется, он мыслит иначе, он мыслит завтрашним днем в плане продвижения американских интересов, технологий, экономического роста. И я думаю, что как раз Илон Маск будет ему абсолютно незаменим. Ну, а понятно, что у Илона Маска у него свои уже политические амбиции. Что там секрета говорить? Он очень богатый, влиятельный человек. Человек любой, который добивается в основном экономических, больших преференций, успехов, он пытается уже затем реализовать себя в политической плоскости. Думаю, пришло время, поэтому посмотрим. Это подчеркивает вот его стремление политически как бы проявить себя. Вот эти последние заявления, комментирование особо напряженных новостей, излагание своей точки зрения на определенные моменты. И так как он человек известный и влиятельный, конечно же, это было на слуху. Об этом говорили и западные СМИ, об этом и говорили и украинские, и российские. И в любом случае. То есть его фактор присутствия в избирательной кампании, он был очевиден. Ну и, конечно же, мне кажется, что такой маститый человек, он придал определенных движений и плюсов для избирательной кампании Трампа. Так как все его высказывания, его линия поведения, она была связана с Трампом и работала именно на него. Поэтому в любом случае это такое Алла Верды. Так что посмотрим, что из этого получится. Что касается кандидатуры этого спецпосланника, ну, в самой новости говорится, что ему будет поручено разработать некий алгоритм действий для урегулирования. А у меня сразу вопрос. Если это Курт Волкер, это человек очень понятен для Украины, то есть с ним многие знакомы, понимают, чего от него можно ожидать, но он точно так же понятен для России. Должен ли человек на этой должности быть обязательно, скажем так, над процессом? Должен ли он быть рукопожатен и в Киеве, обязательно и в Москве? Должны ли к нему везде обязательно хорошо относиться? Иначе тогда, ну, единственным вариантом остается, что у него должен быть какой-то настолько весомый аргумент, который ни один из европейских политиков не смог предложить за последние несколько лет войны для урегулирования вопроса. Я думаю, что Курт Волкер или любой другой там человечек, который будет назначен на эту должность, координатора или спецпосланника, или особо уполномоченного по украинскому вопросу, думаю, не обязательно он должен генерировать идеи. Да, он должен быть неглубым человеком, он должен иметь дипломатический опыт, он должен иметь опыт вообще переговорных процессов, как бы формулирования мыслей, то есть излагать даже то сложное, в общем-то, в простой форме, для того, чтобы понятно было всем. Мне кажется, что генерировать идеи будет Трамп и его окружение. Вот новый советник по национальной безопасности, в первую очередь, и другой круг лиц, которые, в общем-то, компетентны в этих вопросах. Он будет как передаточное звено. В общем-то, мне кажется, что в любом случае он будет исполнительным. А вот что касается, как его будут воспринимать, мне кажется, что Трамп и его соратники вообще не заботятся об этом, их это не особо волнует. Им нужно, чтобы был контактер, вот контактер, кто-то из близких к республиканцам, возможно, еще раз говорю, мы только так, вилами по воде про Курта Волкера, возможно, и он, но в любом случае это человек, который будет передаточным звеном, контактером. И тут уже вопрос заключается в его прилежном исполнении, точности передачи информации, чтобы не было трудности перевода, знаете, как у нас обычно происходит. Не то я имел в виду, не так хотел сказать, не так поняли, не так перевели. Ну и еще, если уже говорить о Курте Волкере, вполне допускаю, что он может быть на этом месте, все-таки у него есть уже опыт. А знаете, когда человека знают, а у человека есть уже опыт, знают именно те стороны, с которыми нужно будет иметь дело, я не говорю, что он прогнозирует, нет, ну уже другое отношение, да, это тертый калачик, он уже как бы проверен в определенных процессах, понятное дело, что он не дает заднюю самостоятельно, не пугает сотрудности, и в любом случае, я думаю, что как раз от него зависит вот мажорный подход, да, к контакту с теми сторонами, о которых идет речь, это украинская и российская стороны, и не только, кстати, с ними. А вот что касается генерации идей и изложения определенных мыслей для этого спецпосланника, это отдельная каста людей, которые будут заточены на, если, конечно, Трамп этого пожелает, на урегулирование украинско-российского вопроса в целом. Для успешности результата, наверное, урегулирования войны в целом у Соединенных Штатов должен быть большой к этому интерес, то есть должен быть какой-то их интерес в этом урегулировании. Как вы считаете, есть ли у Трампа такой интерес, в чем он заключается, и понимает ли он, как он хочет сегодня закончить эту войну? Ну, украинская сторона говорит о том, что стратегия по ситуации в Украине, она только формируется Трампом и его окружением, поэтому мы находимся в периоде подвисания. А вот что касается назначения лиц, соответственно, за национальную безопасность, за Министерство обороны, то есть мы прекрасно понимаем, вот, кстати, даже ведущий Fox News, который станет министром обороны, он был замечен в том, что крайне негативно воспринимал ситуацию с помощью в Украине, ну, для Украины, и, конечно же, очень негативно высказался по поводу присутствия или роли американцев в этой всей схеме. Ну, в общем-то, это говорит само за себя, поэтому окружение вот этими людьми, оно дает понять, что, может быть, стратегия абсолютно не, будем говорить так, принято, да, украинской властью, она может быть очень сложной, мягко говоря, и это будет выглядеть как новый вызов перед Зерленским и его окружением. Конечно же, вот смотрите, тоже интересный момент, украинская власть уже пытается себя обезопасить, они говорят о том, что даже если Украина получит сигнал или какой-то импульс и какой-то формат переговорный, который предлагает Трамп, неадекватный для Украины, то не обязательно, что его воспримет Путин. То есть Путин тоже может от этого отказаться, таким образом он спасет вот это вот подвешенное состояние украинской власти. Но чем черт не шутит? На самом деле мы недооцениваем, я говорю, украинской власти значение Трампа. Трамп вполне вероятно, что действительно может выйти на прямой диалог с Путиным, и тогда будут дела не очень веселыми, мягко говоря. И тогда уже, получается, Украина могут постоять перед фактом. А в данной ситуации нужно, конечно же, украинской власти сделать все, для того, чтобы этого не произошло. Ну, я имею в виду самые жесткие варианты. Что они делают для этого? Конечно же, они нанимают лоббистские структуры, которые помогают выйти на людей близких Трампа, если не на самого Трампа, и, конечно же, как бы посвятить в те процессы, которые происходят, выгодным для Украины свете. Ну, это логично, это разумно, и так всегда было. И тут возникает вопрос. Готов ли это, значит, принять Трамп? Готов ли он выслушать? Готов ли он войти в то положение, в котором находится Украина? Похоже, нет. И вот здесь начинается самое важное. Вот смотрите, какой интересный момент. Если говорить про контакты с Путиным, то, кстати, запросов на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступало, заявил пресс-секретарь Кремля Песков. Ранее в СМИ, мы помним, да, были там некоторые заявления, несколько иностранных уважаемых изданий писали об этом. И тут сразу вопрос. А будет ли Трамп заниматься так активно вопросом Украины до вступления в должность президента, как об этом раньше говорили? Потому что вот вчера тоже новость интересная появилась. Она со ссылкой была на президента Финляндии Стаб или Ступ, его фамилия Ступ, кажется его фамилия, правильно, который заявил в Баку, что после разговора с Трампом он понял, что у того есть замечательное время, такой люфт между выборами и вступлением в силу для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Мол, есть сейчас бешеный кредит доверия для этого. А у меня сразу вопрос. Ну это же вроде опытной политики. А как, в качестве кого он может кого-то усадить, в качестве кого он кому-то позвонит, какие делегаты туда могут поехать официальные и что-то еще и подписывать? Как? Он же не президент. Да, у меня тоже возникает вопрос. Кстати, по поводу президента Финляндии. Это отдельный разговор. Он уже несколько раз удивлял странными и однозначными заявлениями. В то же время такие заявления делают некоторые европейские политики, которые ходят не первый круг. То есть, ну мягко говоря. На вторых ролях они пребывают в связи с неособым влиятельностью в Европейском Союзе, хотя там играют в свою демократию, но все же они тоже себе позволяют. Ключевые игроки, то есть лидеры основных стран, Франции, Великобритании, Германии, они этого не делают. Но, в общем-то, подогревают интерес, но как бы прямо так не заявляют. Что касается заинтересованности Трампа. Ну вот смотрите. Лучше же всего иллюстрировать яркими примерами. Вот есть такой у нас Помпео. Он сейчас в великолепной форме, похудел. В общем-то, хотел уже как бы себя проявить с планом. Помните, в свое время, не исключаю, что ему Пинчук написал этот план, или там близкие люди к Пинчуку, потому как Помпео работает сейчас в структуре мобильной компании, которая, в общем-то, часть акций принадлежит Пинчуку, или его там окружению. Ну, в любом случае, это его подопечный. Так вот, все понимали, что вот это проявление Помпео, это, в общем-то, для украинской власти особо интересный момент. В общем-то, украинская власть это все пролонгировала, в общем-то, подогревала и в медийной, и так далее. Даже, насколько мне говорили, образованные умные люди, и даже проплачивала статьи по поводу продвижения этого плана, именно Помпео, чтобы, в общем-то, Трамп заметил Помпео и каким-то образом приблизил к себе. Так как, я напомню, это не просто так, совершенно как бы не случайно, в свое время, когда прежде был президентом с 16 по 20 год, Трамп, Помпео был госсекретарем. Это очень важно. Кроме того, по-моему, он возглавлял разведку, да? Если я не ошибаюсь, Помпео. Так вот, это дело не прокатило. И самое интересное, что даже не было заметно заинтересованности Трампа в приближении этого человека. То есть, украинская власть поставила, будем говорить так, серьезную ставку на это продвижение, но это не имело успеха. У него есть свои люди, которые святое место пустыне бывает, на которых он ставит ставку, я говорю о Трампе. И, в общем-то, мне кажется, что в данной ситуации разлагольствовать по поводу того, что Трамп действительно что-то изменит или, по крайней мере, возьмет как знаковый вот этот вот вопрос и будет его продвигать, мне кажется, это какое-то лукавство. Трамп живет другими проблемами. Трамп действительно хотел бы, чтобы в Соединенные Штаты Америки перешли в другой формат своего присутствия на внешней арене, но имеется в виду во внешней политике в целом, потому что считает, что, значит, Байден и его период – это период упущенного времени, но для него, в первую очередь, важны именно и приоритетные процессы внутренней американской политики. Это правда для него очень важно. А что касается внешней политики как таковой, он как бизнесмен, в общем-то, ее решает и заточен на решение этого вопроса через призму такого бизнес-варианта. То есть, его интересует экономическое сотрудничество, которое, в конце концов, как бы связано с политическими процессами. Соответственно, он хотел бы изменить ситуацию с Китаем. Китай сейчас находится с Россией. Вот он абсолютно искренне сказал о том, что для него приоритетом есть разорвать этот тандем. Как он это может сделать? Политически это сделать вообще очень сложно. Вот практически нереально. Вы же видели, туда ездили вот перед выборами огромное количество представителей Белого дома и, в общем-то, высокопоставленные лица. Лица Сидзипинь, он был абсолютно непреклонен. Но в данной ситуации единственным вариантом, которым можно каким-то образом повлиять на эту ситуацию, это, конечно, изменить свою экономическую политику. Поэтому не зря, я уже тысячу раз об этом говорил, недавно и Сидзипинь заявил о том, что ситуация может измениться и войти в другое русло, в систему взаимоотношений с Америкой. И как бы это будет работать только в плюс. Ну и, конечно же, я думаю, что через какой-то промежуток времени Трамп тоже будет активно педалировать эту тему и будет говорить о том, что не все потеряно в американских и китайских отношениях. А это повлечет за собой там и снижение налогового пресса, какие-то там ставок, акцизов и все, что с этим связано. Пошлин и так далее. То есть вот через такой формат взаимоотношений с Китаем он видит урегулирование определенных политических процессов. В украинской власти смотрят на это все совершенно иначе. Я не считаю, что завтра Трамп будет делать именно движение в контексте украинского вопроса, потому что он должен, так честный, понимающий человек, жить этим делом и делать первые шаги в этом контексте, как миротворец. Но я должен напомнить нашим зрителям, а также тем горячим головам, которые так думают, что мне кажется, в данной ситуации, и это не секрет, для Трампа более важны другие процессы. Один из них мы описали, кстати, он тоже не особо как бы актуальный, но актуальна очень эта ситуация на Ближнем Востоке, потому что Америка там играет партию с Израилем, у них есть межгосударственные договора, и соответственно, чем глубже Израиль будет как бы зануриваться вот в эту всю проблематику, тем сильнее он будет тянуть за собой Соединенные Штаты Америки. И вот это проблема, которую нужно будет Соединенным Штатам каким-то образом решить. Либо идти до конца, либо угомонить Натаньяху, или, по крайней мере, создать какую-то форму переговорного процесса, чтобы постепенно выйти из того клинча, который там существует. И мне очень отвратительно, как украинцу говорить, но в любом случае нужно рационально смотреть на вещи. Конечно же, украинский вопрос уходит на второй план. А если уходит на второй план, то тогда не нужно надеяться и ставить для себя какие-то рамки надежды на таком уровне, чтобы потом сильно не разочаровываться. Вот явный признак того, что Трамп играет в свою игру, это, конечно же, с провалом продвижения господина Помпео. Хотя тоже интересный вариант. Мы еще не понимаем, как могут завернуться или закрутиться взаимоотношения с Россией, так как Трамп неоднократно давал понять, что он готов, конечно, остановить войну. Там его по 24 часа говорил. Понятно, что это мало. Реально. Но, по крайней мере, мне кажется, что, видите ли, российская сторона не меняет свои условия и является, как они заявляют, непреклонной своих позиций. А вот тут, мне кажется, уже будет дело принципа. Будет ли русский наступать себе на горло, и будет ли наступать себе на горло Трамп, если он поймет, что ни мытьем, ни катанием эта ситуация сдвинуться с места не может. И вот тогда мы посмотрим, на что готов Трамп, как он себя будет вести. Но еще раз говорю, что пока это все не выглядит очень оптимистично для Украины, и нужно это понимать. Потому что я иногда обращаю внимание на тех политологов, которые обслуживают власть, они почему-то иногда такую херню несут, с такой перспективой позитивной, что меня это пугает. Либо это настолько откровенно лгут, чтобы проявить какой-то оптимизм общий в этом процессе власти, либо они просто сознательно нам врут. И это меня наводит на размышления. Ну и, конечно же, избирательный процесс, я думаю, что рано или поздно он должен начаться в Украине, особо после прихода в Белый дом в овальный кабинет Трампа. Я думаю, вопрос проведения выборов, потому что элементы демократии, о которой говорит Украина, они абсолютно не отвечают тому факту, что есть. Я думаю, там в Америке мониторят ситуацию, делают выводы. Так что, думаю, выборы не за горами. Так вот, сейчас вот этой всей схеме, главной украинской власти, тем, кто думает о самосохранении, которые шли там на один срок, а теперь уже как бы готовы и дальше быть на ключевых местах, в первую очередь я говорю о президенте, нужно не прогадать, нужно не ошибиться со ставкой, как это было раньше, потому что в свое время поставили на одного человека, который, в общем-то, сработал не в плюс Украине, в общем плане, да, если так обсуждать и говорить, и это имеет свои серьезные последствия. Так что, все очень сложнее даже, чем мы себе представляем. Окей, вы, кстати, сказали про выборы. Про выборы тоже есть новость. В издании «За экономист» появилась информация о том, что якобы их источники, которые находятся в украинском парламенте, я так подозреваю, речь идет о народных депутатах, все чаще и больше говорят о выборах президента, которые должны случиться в 25-м году, 25-го мая. Слух этот, это так объясняя аудитории, ходил и до статьи «Экономист», но это было все на уровне слухов. А тут, как бы, написало уже плюс-минус серьезное британское издание. На эту новость на следующий день отреагировал господин Подоляк, я ее зачитаю. Значит, никаких оснований или предпосылок для проведения выборов нет, заявил советник главы общества президента Подоляк, комментируя статью британского «За экономист», в которой говорится про выборы 25-го мая. И вот цитата. «Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад. Война высокой интенсивности, никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у Российской Федерации нет. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового», сказал Подоляк. И вот у меня сразу вопрос. Выборов нет, потому что идет война и высокой интенсивности. Это, в принципе, объяснение. Объяснение логичное, понятное, оно и раньше работало. А теперь давайте возьмем другую, например, конфигурацию, что выборы чисто теоретически может быть, но поскольку мы работаем с правящей верхушкой, поэтому нам легче сказать, что выборов нет для того, чтобы у наших потенциальных конкурентов подальше были флаги зачехлены. Так выборов нет, потому что их нет или потому что давайте не готовится никто? Давайте по выборам сначала отвечу, а потом по одному возможному кандидату. по фамилии Залужный. По поводу выборов. Ну, понятное дело, конечно, выборов не будет, пока военное положение и идет война. Это очевидно. Это спаривать бесполезно. А теперь, что касается самой ситуации, как она может развиваться. Мы же не знаем, каким путем пойдет Трамп, если, конечно, он будет активно заниматься украинским вопросом. Вполне вероятно, что если не найдут консенсус с украинской властью, то тогда поставят перед фактом. Потому что могут быть переговоры прямые между США и Россией или через посредник. То есть Украина может брать или принимать участие в этих процессах, но через посредника, как бы на вторых ролях. Мне прискорбно об этом говорить, но так это может выглядеть. И вот они договариваются о том, что может быть замораживание конфликта, хотя украинская власть категорически это отрицает, по линии соприкосновения с определенными негативными условиями. Не хочу их развивать, потому что вы же понимаете, что это считается в Украине крамольным. Они сейчас все рассказывают, что нет мера в обменной территории. Ну, понятное дело. Потому что если это произойдет, все прекрасно понимают, шансы переизбраться определенным людям будут равны нулю. Они сейчас невысокие. Я понимаю, что там пытаются натянуть сову на глобус. Я активно вам рассказываю о каких-то соцопросах. Это смешно, потому что во время войны проводиться от запроса, это себя не уважать, особенно им видеть. Поэтому я украинской социологии не верю, всегда сомневался, продолжаю сомневаться. Я понимаю, что все хотят кушать, поэтому в любом случае это все покупается и продается. Объективизма никакого. Теперь происходит такой интересный момент. Ну вот договорились и поставили перед фактом. Если вдруг все так сделается, что создадутся такие условия, что в общем-то будет остановка военных действий по линии соприкосновения. И все перейдет в какое-то урегулирование дипломатического характера. То есть это все будет решаться очень длительный период. Конечно же, за словом переговоров в любой форме, с любыми представителями от Украины и России, наверное, и при участии Соединенных Штатов Америки и других стран. Вполне вероятно и такое, потому что проблем... Указ надо отменить, да? Ну это понятно, это понятно. Да. Ну конечно же, нужно как-то что-то предпринять для того, чтобы это не привело к напряжению внутри страны. Потому что, будем говорить так, небольшое количество, но особо активных и мобильных представителей нашего общества, особо агрессивных, они как бы будут дестабилизировать ситуацию. Это понимает украинская власть. Таким образом, после начала переговорного процесса, если гипотетически он начнется, сразу же возникнет вопрос у западных партнеров. Он у украинского общества и так существует, но просто об этом никто не говорит, потому что всех по Плинтус загнали. У западных партнеров возникнет вопрос, если в общем-то есть окно, к сожалению, это так может выглядеть, почему в Украине проводится выбор? Может быть, это даже быть определенным ультиматумом или условием к более, будем говорить так, более серьезному уменьшательству в этот процесс наших так называемых партнеров, в первую очередь из Соединенных Штатов Америки. Еще раз говорю, это может выглядеть как условие или как ультиматум. И тогда придется что-то делать. Так вот, для того, чтобы что-то делать, уже сейчас, по моим данным, уже финансируются определенные люди, которые проводят замеры, действительно замеры, которые отвечают возможно правде. Это такая внутренняя социология. Конечно же, сейчас уже как бы набираются люди, которые, возможно, будут задействованы в этих процессах. И, в общем-то, волна пошла. Рано или поздно это должно случиться. Но в любом случае, я думаю, что и буду пересматривать какой-то там вариант закона о выборах в определенных особых условиях, но не военных, а особых условиях. Конечно же, будут думать в этом контексте, как проводить выборы, потому что огромное количество украинцев за границей. То есть, это может быть интернет, это может быть и другие там голосования по почте и так далее. То есть, будут придумываться разнообразные версии тем, кто сейчас при власти, для того, чтобы они могли сохраниться и выжить в этих условиях. То есть, все будет значительно сложнее, чем мы себе предполагаем. И, конечно, и, конечно же, этот процесс все-таки потенциально актуален. Теперь, что касается господина Залужного и вот The Economist, это интересно. Обратите внимание, вот в этой статье, последней, там же было не только сказано о том, что Залужный является одним из лидеров, там также говорили и дали понять, что не только Залужный, еще и Буданов, а потом уже якобы на третьем месте Зеленский. То есть, все очень хитро. Мне это кажется, что это определенная политтехнология. То есть, нас просто готовят. Из этого человека, который находится в Великобритании и, в общем-то, состоит на службе дипломатической, из него делают кандидаты, западные, заинтересованные лица, через западные СМИ. И, в общем-то, это заливается нам для того, чтобы мы понимали, что в случае развития какой-то избирательной ситуации уже есть кандидат. То есть, это технология навязывания. Я, как человек, мне кажется, я пытаюсь быть объективным, но, по крайней мере, по мере возможностей. Так вот, я думаю и даже анализируя ситуацию, иногда не понимаю, а что из себя представляет вообще Залужный. Кто он такой? Вот откровенно, да? Кроме того, что он военный генерал. То есть, с другой стороны, у него нет никаких политических амбиций. Ну, пока, да? У него нет никакой команды. Да, у него нет никаких политических заявлений. Почему я должен на это покупаться? Нет, вполне вероятно, что он достойный человек. Вполне вероятно. Но посмотрите даже относительно ситуации, связанные с ним. Ведь он не ушел, да, на гребне славы. В общем-то, человеческое там отношение понятное. Да, в глазах общества там он выглядит как действительно достойный герой и все, что с этим связано. Он ушел после крупнейшего скандала. скандала по поводу определенных неадекватных движений военного кабинета под его началом и к тому, что он привел там к каким-то ужасным событиям, которые потенциально, да, как бы стали возможным фактом или там планировались фактом для расследования правоохранительными органами, почему так случилось это во время начала значит, боевых действий. вот, но при этом разыгрывается интересная картина, да, человек уходит, при этом Зеленский, значит, его обнимает, целует, дает ему героя Украины, отправляет в Великобританию послом, ключевую страну, которая особо контактит с Украиной. И тут у многих складывается впечатление, что Зеленский, понимая и чувствуя, что кто-то может дышать ему в затылок, кризис всегда рождает лидеров, да, а у нас очень любят обиженных, это правда, униженных и так далее, и так далее. И на этом многие делали политические карьеры, это правда, то есть у нас очень жалостливый народ, прям я не знаю почему. И сразу же, я думаю, Петр Алексеевич Порошенко взялся за работу, начал подогревать ему интерес, рассказывать о том, что он будет лидером объединенной оппозиции и все, что с этим связано. Но в конце концов народ понял, что если он будет с Порошенко, я думаю, что сам заложенный это понял, в общем-то перспектив особых не будет. Поэтому не знаю, правильно ли поступил заложенный, что уехал в Великобританию и не остался в политическом поле. Мне достаточно странно, я не могу понять, как может стартовать политик, если он себя считает, конечно, политиком, бывший военный, в большую политику с должности посла, ну, может быть, есть какие-то аномалии. Но, что касается Зеленского, то, в общем-то, это действительно выглядело так, как будто бы он избавился от своего возможного конкурента. Но этим сразу же воспользовался Запад, потому что он понимает, внутри страны нет политической жизни как таковой, а тот Мотлах, который остался, эти маргиналы, которые сейчас называют себя оппозиция, это уже практически не игроки для Запада. И, конечно же, они заинтересованы в появлении нового лица. И этим новым лицом кто может стать, но абсолютно логично, посол Украины и Великобритании, вроде бы легендарный генерал, человек, который, да, там может себе позволить что-то, по крайней мере, критиковать активно власть. Кстати, напомню, что в свое время главком, даже будучи на своей должности, критиковал украинскую власть именно через заэкономист. Вы помните это, Василий? Да. Довольно часто опубликовались интервью, негативные, но так как, в общем-то, очень репутационно высокое издание было, конечно же, даже украинские политики пытались, приближенные к Зеленскому, пытались, как бы, не особо давить в этом контексте. Но это все технология, поэтому люди должны быть бдительными, чтобы опять, как бы, не поймать кота в мешке и доразвалить то, что, в общем-то, и так уже развалено. Вы не допускаете, что конфликт, который был между Зеленским и Залужным, это такой, это больше медийная история, нежели на самом деле? Нет, я допускаю, что конфликт этот может быть. Просто мне кажется, что абсолютно логично поступил Зеленский, вот в данной ситуации, да, если бы это все было в такой резкой форме, в особом негативе, люди бы этого не поняли. Поэтому они, потому что там все актеры, да, 95-й квартал, они решили поступить умнее, на это пошел и сам Залужный. То есть они разыграли нам сценку или такой мем, да, особой благодарности и любви. И, в общем-то, это несложно для Владимира Александровича. И, конечно же, поставили точку в якобы, да, сложные отношения, но контакт не утрачен. Мол, так или иначе, человек легендарный, мы его отправляем именно в Великобританию, ключевую страну, не зная ни языка, не имея представления, ничего о дипломатии, хотя там, я так понимаю, что он закончил высшее заведение, связанное с этим, да, но это все как бы заочно, это же, знаете, как масло через стекло. То есть, на самом деле, мы понимаем, как юристы, да, там, которые занимаются самодеятельностью, какие из них выходят руководители, ну, такое. Поэтому очень сильно сомневаюсь в том, что это все было искренне, но так сделано было, и мне кажется, это правильно. Вот единственное, что я не понимаю, как, еще раз повторюсь, наверное, зачем это было нужно залужно. Возможно, либо ему уже приходили какие-то месседжи, что, типа, прибудешь к нам, и мы там с тобой будем что-то планировать, например. Ну, тоже люди же следят, отслеживают ситуацию Запада в Украине, мониторят проблематику. В любом случае, какая-то идет крупная игра, высокая ставка сделана Западом на залужного, поэтому я не исключаю, что завтра и другие крупные издания будут эту тему мусолить. Вот. А что касается политтехнологии, слушайте, ну, несмотря даже на репутацию, многие СМИ всегда любили зарабатывать и, в общем-то, как бы не гонять джинсу, но, по крайней мере, делать что-то подобное за большие деньги. А если на Западе заинтересованы в замене президента на залужного, то я думаю, что там найдут копейку для того, чтобы поддержать интерес к этому человеку. Вопрос. А почему именно Великобритания? Если бы у меня был, например, с главком конфликт, я был президентом, и мне надо было его куда-то отправить, ну, я бы отправил его в Бурунди, не знаю, в Португалию, в конце концов, еще куда-нибудь. Ну, в страну... Нет, Василий, давайте так, вы не отправили бы, как человек умный, вы прекрасно понимаете, если бы отправили залужного в Бурунди или в Молдову, да, слушайте, я не хочу обидеть Молдову, да, то это было бы все понятно, такая политическая ссылка, чтобы не мусолил глаза. А здесь, как бы, двух зайцев убили, и глаза не мусолят, и, в общем-то, на высоком уровне. Вы знаете, сейчас я вот увижу точно такую же историю с послом Соединенных Штатов Америки. Вот сто процентов, мне кажется, что будет такая же проблематика, то есть, значит, Маркарова уберут, ну, понятно, после того скандала, я считаю, что вообще подстава была для президента. Я не знаю, почему она это все реализовала, но в любом случае, сейчас как раз найдут какую-то кандидатуру, которую, в общем-то, с большим таким пиететом, да, отправят в Соединенные Штаты Америки, но при этом закроют вопрос внутренних противостояний или противоречий, которые есть во власти, которые могут урожать нынешние клики людей. То есть, вот и все. Слушайте, а раз вспомнили, по поводу кандидатуры посла прошла новость о том, что чуть ли не главным кандидатом является посол Мельник, который его все знают как посла Украины в Германии, который канцлера, собственно, этой самой Германии назвал Ливерной Колбаской, вот, а Маска послал на три буквы, сейчас он, кстати, трудится послом в Бразилии, и вот его пророчат туда. Там еще есть несколько кандидатов, но вот он якобы основной. Как вы к этому относитесь? А кто там кандидат? И там, я знаю, Милованов. И Жовков. Уже нарисовался. Да? Классно, да? Человек, который давал мне интервью, вот, буквально перед войной, и говорил мне, я вообще не интересовался Украиной, я там где-то там работает, он профессором в каком-то американском университете, я интересовался сальсой и парусным спортом. Потом эта история всплыла еще в каком-то СМИ, вот, а потом, значит, видите, какой преданный украинец, да? Можно, но сейчас на нем не имеется. Это выглядит очень смешно и примитивно, потому что, честно говоря, этот Милованов всех уже задолбал своим присутствием, его пинчук двигает на разные должности, он же везде, понимаете? Вот такая Милованщина в Украине уже давно процветает. Такое впечатление, как будто у нас действительно нет хороших дипломатов, толковых людей, просто не надо от них отворачиваться, они сейчас сидят без дела или где-то закисают. Это могли бы реализовать все свои намерения абсолютно адекватно, разумно, с присущим им жизненным и политическим, и дипломатическим опытом. Или опять найдут какую-то женщину, которая там массажист, или там, я не знаю, представитель сектора йоги, да, и потому что кому-то делает массаж, но при этом она, значит, становится послом Болгарии, или, ну, вы эту историю прекрасно знаете. Это удивляет. Ну, да, а вот по поводу Мельника, ну, это даже прикольно. Он все-таки сейчас послал в Бразилии, если я не ошибаюсь, да? Да, да, в Бразилии. В любом случае, я не исключаю, ведь сейчас же как подбирают-то? Они же подбирают не по профессиональным навыкам, опыту, и опыт с ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, а просто по лояльности. Вот чем сильнее запрыгиваешь, куда нужно, да, лизнешь, чем счастье, тем лучше, тем у тебя больше перспектив. Я все-таки считаю, что в Соединенных Штатах Америки эта история не прокатит, там просто такого посла не примут, если украинская сторона предложит какого-то товарища, который как бы занимает какую-то нишу политической иерархии, но при этом не имеет никакого опыта. Поэтому, думаю, этот процесс будет сложный для украинской власти подобрать такую кандидатуру. А что касается Мельника, ну, я же знаю, что вот эта же история с Мельником всплыла после того, как Кулеба заявил, что ему предложили, он отказался. Ну, видать, хочет генеральным секретарем ООН, или я не знаю, кем он там хочет, потому что он оказывается сильно обижен на украинскую власть, считая, что зря его отлучили от корыта и от дипломатического направления. Хотя столько зашкваров, сколько мы замечали за ним, учитывая, что он действительно потомственный, как говорят, династийный дипломат, я всегда считал, что такие люди это на вес золота. Оказалось, что и он, в общем-то, склонен к определенным непристойным процессам и так далее. Поэтому сейчас очень сложно разобраться, но в данной ситуации вот история после того, как отказался Кулеба, появилась с Мельником, не думаю, что она фактически отвечает правде, но думаю, что Мельник уже сам, возможно, где-то, помимо того, что кого-то называют эливерной колбасой, может и сам где-то распространять такую информацию, что он хотел бы. А знаете, для таких людей очень важно заявить о себе, ну, чтобы не забыли, это же правда. Понимаете, в чем интересно, если брать стадии наших дипломатов, которые первые всплывают в голове, провластные, скажем так, дипломаты, те, которые сейчас в обойме, они все так или иначе могли нелицеприятно высказываться, если они опять-таки ведут публичную деятельность, в сторону либо Маска, когда там история со Старлинками была, либо с его предложениями, либо Трампа, когда хотелось очень сильно понравиться демократам. А может, ну, как вы думаете, примут ли Соединенные Штаты человека, который, может, не как Мельник, на три буквы послал Маска, но вот высказывался достаточно негативно. Понятно же, что этот человек настроен уже к тебе неконструктивно, разговор вести. Ну, это такое. Честно говоря, мне кажется, что это не ход. Понимаете, если человек сам по себе неадекватен в каких-то моментах, был замечен, да, то это ставит ему клеймо на лоб особо тех стран, которые это все переживали, да, если это происходит на дипломатической арене. Ну, вот, например, вот просто навскидку, да, есть такой Александр Александрович Чалый, знаете, бывший госсекретарь, ну, это госсекретарь, это первый заместитель министра иностранных дел. Я хочу объяснить нашим зрителям, что это такое, когда меняется министр, министр это же политическая фигура в украинской системе, координаты, это политик, да, он может ни хрена не понимать, он просто прошел Верховный Совет, там, значит, формировали, значит, правительство, и, соответственно, на должность министра пригласили там человека, который входит в коалицию, это решает определенные задачи внутри там парламента. Но есть обязательно человек, на котором держится все, вся система, ну, так сказать, хозяин заведения, если можно так сказать. Ну, извините, что я так утрирую. Это госсекретарь, или, по-нашему, первый заместитель министра, который владеет темой, владеет и понимает направлением, которым занимается дипломатическим, владеет также возможностями аппарата, то есть, на себе замыкает ключевую роль в решении определенных административных и, будем даже говорить, политических процессов, является, как бы, не только госсекретарь, но и первым советником и помощником министра, который порой может вообще не соображать, что к чему, да, но является здесь председателем. Говорит, фонд – это голова. Помните, как Елена Петрова. Так вот, например, Александр Александрович Чалович, почему нет? Великолепный дипломат с огромным стажем, имеет огромный, колоссальный опыт. Это так, просто на вскидку. Я не говорю о Чалов-другом, вот от которой пошел там политтехнолог, был такой случайно окажавшийся, когда Порошенко пришел к власти, потому что, как бы, особо приближенный. Да, вот как раз с ним были проблемы, там, от него еле избавились, и потом появилась Маркарова, которую терпели-терпели, вроде бы, барышня, несмотря на внутренние зашквары, когда она работала министром финансов и так далее, а потом, в конце, вот, практически перед днем X, я говорю о выборах в Соединенных Штатах Америки, так подставила главу государства, что даже Трамп и его окружение, в первую очередь, Майк Джонсон, начали требовать увольнения этого человека, то есть, Маркарова с должности посла. Я думаю, что это не просто были так разговоры, все равно, как там осадочек остался, то есть, любой вариации Маркаровой нужно будет попрощаться с Соединенными Штатами Америки. Я не знаю, как ее тут пристроят и кем она тут будет, но думаю, что и здесь ей будет не очень весело, потому что все места заняты и все находятся в стрессовой ситуации. Но, честно говоря, если мы возвращаемся к Мельнику, то я хочу сказать, что есть варианты, есть возможность найти людей, которые компетентны и профессиональны. Просто нужна политическая воля. А вот второй вопрос, есть ли это политическая воля? Ну, если даже Чалова Александра Александровича пригласят. Ну, он такой человек, ну, и вы, и я знаем его. Ну, на самом-то деле, он выскажется так, как он считает нужным. Он объяснит этим детям в кедах, как правильно, как неправильно, какие могут быть последствия. Потому что у нас сейчас политики такого уровня, что они такое огородят. Я вот даже смотрю, они приходят на... Иногда попадаю на телемарафон, ну, потому что классно, что телевизор иногда смотрю, там же на всех картинках одно и то же. Потому что это единый марафон там Freedom или как он там называется. И вот они тоже обсуждали вот недавно, значит, тему стратегии Украины, какая будет, какую Трамп наработает. В общем-то, еще не было известно о назначениях, кого он там к себе приблизит. я вообще так послушал, о чем говорят политики, они вообще соображают, ну, там молодые люди, да. А я уже не говорю о цехе политтехнологов и аналитиков, которые обслуживают власть на подсосе там вечно. У меня сразу складывается впечатление, а сколько вот в базарный день стоит пучок таких людей, чтобы заказать какой-то промо там в каких-то направлениях, понимаете. Но это уже явно видно, что люди готовы переступить через себя и вот изрыгать вот это все дерьмо по той причине, что давно отказались от собственного взгляда. А мы же все это понимаем, мы же делаем выводы, мы соображаем, какой ценой это все происходит и, в конце концов, какие последствия репутационные могут быть. Но приспособленцы то выживают только таким образом. Поэтому я еще раз говорю, в общем-то, круг на этих людях не замыкается. Есть достойные ребята, есть профессиональные ребята, если можно так сказать. Просто нужно действительно иметь политическую волю, чтобы найти подход к этим людям и, по крайней мере, обрисовать какую-то систему координат, где можно находить общий знаменатель. Хорошо. Давайте буквально чуть-чуть вернемся в сторону заложенного труда, потому что есть новости, опять-таки, с ним связанные. Украина хочет, чтобы Великобритания ежегодно обучала от 5 до 7 тысяч студентов, которые станут чиновниками и обновят украинский класс государственных служащих, заявил посол в королевстве Валерий Залуж. В чем он сказал? Цитата. Нам почти удалось заверить британский истеблесмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное и их капиталовложение это образование наше, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента, сказал экс-голком на Европейской Бизнес-Ассоциации в Киеве. У меня вопрос. А мы все, мы уже точно поняли, что сами президента мы подготовить не можем. Это так? Наш папа начал играть в театре политических миниатюр. Это я говорю о заложном, образно говоря. То есть он уже на себя примеряет вот эту вот мантию, когда он будет якобы решать какие-то судьбы, какие-то процессы, подводить к какому-то логичному окончанию. Поэтому он уже мыслит не просто как дипломат и человек в какой-то степени работающий по профилю, а как масштабный политический игрок. То есть он уже занимается эффективностью и неэффективностью украинской госслужбы. Да, инициатива неплохая. Я вообще считаю, что это замечательно, когда представители украинской госслужбы где-то набираются опыт действительно рационального и разумного. А опыт применим? А? Опыт этот применим в Украине? Да, думаю, да. Почему нет? Но просто система всех ломает. У нас и до этого много людей работают в разных направлениях государственной деятельности, которые имеют там и образование, и корочки, и эти сертификаты недоделанные, там двухнедельные, трехнедельные. Вы же знаете, порой я бывало заходил к определенным представителям политических партий, да, и смотрю в кабинете у него столько сертификатов. Я говорю, а что это? Он говорит, это в общем-то мои достижения. Смотрю, там прослушал курсы шесть дней, прослушал там это три дня, там еще четыре дня. Ну до хрена вот этих вот рамок. И в общем-то это тоже человек, который, наверное, не соображает, что это даже в какой-то степени иронично, да, там как-то саркастично, да, он считает, что это его огромное достижение, огромный плюс в этой жизни. Ну да бог с ним. Но я думаю, если это глобальное такое вот толковое обучение, действительно, в хороших вузах, которые специализируются по определенным форматам, это действительно важная инициатива, да. Ну просто прикольно, что об этом говорит заложный посол. Возможно, он хотел дать понять, что у него такой вот уже плюс есть, что он имеет какие-то наработки, какие-то договоренности, чтобы поспособствовать вот этой всей бюрократической системе не буксовать, а делать как бы какие-то движения и, соответственно, делать это должны люди понимающие, компетентные. То в этом плане я, конечно, его поддерживаю. Вот. А что касается вот этой печали, да, и думы, которую он там заладил, да, то я уже понимаю, что начинают играть большие игры. Но, с другой стороны, я понимаю, он на что-то нацелен, либо его кто-то на что-то направляет. Это первые такие шаги. В этом нет ничего плохого, потому что это создает стресс для украинской власти, а когда власть находится в стрессе, она понимает тогда или пытается понять рациональную картину происходящего, потому что, когда этого стресса нет, они живут себе в теплой ванной. Кстати, 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 вот экономист тоже написал о том, что Владимир Зеленского неправильно информирует по поводу ситуации на фронте, он там в теплой ванне. Помните, эта история тоже очень сильно активно развивалась. Это еще раз подчеркивает, что да, возможно, это и правда, но это все так слито воедино, и мне кажется, не просто так. То есть, ребята, которые заказали эту статью или кто заинтересован в этой статье, они решили побольнее и посильнее как бы произвести вот такой вот удар. Это уже выглядит политтехнологией и, конечно же, обычные люди, которые интересуются небезонарничным процессом, понимают, что это все имеет какую-то цель. Виталий, то есть, если в Британии будут готовить украинские премьер-министров, министров, президентов, не знаю, там, депутатов будут готовить, а Соединенным Штатам это как? Нравится, не нравится? США вроде тоже немало усилий вложили в Украину, чтобы иметь определенное, в том числе, и влияние это в этом регионе. Мы же все прекрасно понимаем. Им нужно, чтобы британцы там формировали свое правительство? Смотрите, вы абсолютно правильно говорите, потому что та страна, которая готовит, она изначально с этими людьми контактирует, не исключено, что и проходят элементы вербовок, и, в общем-то, человек как бы приручается. А это очень важно для внешнеполитических отношений с теми странами, куда отправляют этих людей. Это же всегда было так. Вы же посмотрите, вот бывшие страны третьего мира, которые уже сейчас не страны третьего мира, а глобального юга, и, кстати, уровень жизни значительно выше, чем в Украине. Но в свое время они все приезжали учиться в Советский Союз, потом, когда закончился Советский Союз, в Украину, на разные специальности, в том числе и в системе государственного управления. Я хочу напомнить, что в Украине есть один из крутейших институтов государственного управления при президенте. Раньше его заканчивали, набирались опыта. Сейчас это все нивелировали, сейчас это все забили. Поэтому это еще раз доказывает о том, кто в чем заинтересован. А потом, когда эти люди возвращались в свои страны, они уже имели контакт с теми странами, на которых они набрались опыта и получили образование и имели спектр возможностей. Они потом были более прилежны в отношениях к этим странам, где получали образование, более контактировали, лояльно и разумно с ними. Ну и, конечно же, порой реализовывали определенные цели тех людей, кто стоял за ихними спинами. То есть, это очень важный процесс для человеческой коммуникации и политической коммуникации. Но, мне кажется, так глубоко смотреть не стоит. Тут проблема другая. Тут вот проблема, что на многие должности пришли дилетанты. А в Верховном Совете сидит огромное количество людей, которые до этого вообще не занимались политикой априори. Я не хочу говорить про фотографов, всяких танцовщиков или тех, кто ведет свадьбы, тамада или что там. Но в любом случае, я же не говорю про каваэнщиков, про всяких людей, связанных с 95-м кварталом, которые живут творчеством, но не политикой. Но, как я понял, в этой стране можно управлять и этим людям. Мне кажется, что сейчас на улице уже до того все скатилось, что на улице любого человека Астаны и прохожего пригласил работать за министром пойдет. Потому что уже как бы мы настолько живем в такой заднице, извините, что это же парадоксально, когда некомпетентные люди делают такие заявления космической глупости. И при этом это все сходит им с рук. То есть власть реагирует на это спокойно, никаких вопросов к этим людям нет. Да, еще интересный момент, они живут совсем в разных измерениях, обычные люди, те, которые находятся наверху. Поэтому разница восприятия действительности, она как бы разная. И этим и объясняется эта глупость, тот негатив, который иногда очень активно изливается из таких помоек, как телемарафон и все остальное. Завершающий вопрос, Виталий, вы допускаете, ну не то, что допускаете, а вы склоняетесь к тому, что на следующих выборах президента Украины у нас будут два кандидата, во втором, может, только в первом туре это Зеленский заложник. Не знаю, насчет того, Зеленский или заложник будет во втором туре, может быть, есть какие-то темные лошадки, видите ли, у нас и с вами есть прекрасный общий друг Михаил Чаплык, он абсолютно замечательно описал картину ближайших событий, ну те события, которые могут быть в ближайшее время. Он сказал, что оппозиция это как герпес, как только будут условия, он моментально выскочит. То есть в любом варианте, вы же понимаете, кризис рождает лидеров, я думаю, что как только люди будут, я говорю про тех, кого сейчас называют маргиналом или действительно тех, кто сейчас находится под плинтусом, но тоже играет в политические игры, еще мало знаком обществу, но потенциально может на что-то быть способен, я думаю, что как раз чуя вот эти все события, они быстро проявятся и наберут обороты. А самое интересное в этой всей схеме, что чем дольше вот это все будет затягиваться с выборами, тем это будет негативней влиять на представителей сегодняшней власти. Ну потому что идет накопление негатива, а это же что? Это и заявления, и странные законопроекты, и даже мобилизация, вот эти все разговоры вокруг нечеловеческого отношения к соотечественникам, я могу это продолжить, загибая пальцы, то есть куча разных проблем, которые лишь только усугубляют. поэтому у украинской власти и у Зеленского сейчас очень много вызовов и проблем. Они все это понимают, но только не понимают, как вырулить из этой ситуации. Хотя некоторые варианты мы можем предположить, но это уже тема отдельного разговора. Супер, спасибо. Виталий, в конце каждой записи с вами я прошу, дайте позитивную новость. Позитивная новость это то, что вот сегодня представители энергетического цеха сказали, что будут квотирования по электроэнергии в Украине, но потом отменили свое же заявление. Я понимаю, что это бабка бабки сказала, но это тоже позитивное в нынешних условиях, потому что сейчас холода, а это все-таки отопление, это все-таки как бы все связано с коммунальными процессами, и мне кажется, что это является позитивной новостью. Хотя не факт, вы же видите постоянно шахеды, ракеты, поэтому энергообъекты находятся под прицелом, ждать можно чего угодно, но все же. Будем надеяться, что ничего страшного такого глобального не произойдет. Виталий, вам спасибо большое за уделенное время. Нашим зрителям спасибо за то, что этот час вы были вместе с нами. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вам понравилось и в свою благодарность вы сейчас поставите большой-большой лайк, напишите приятные, а может и неприятные комментарии, нам они тоже помогут. Вот подписывайтесь на канал, в том числе перейдите по ссылке, подписывайтесь на канал Виталия Дикого, ссылка на который есть сразу здесь под видео, там тоже много интересных есть гостей, много интересных мнений. Смотрите, подписывайтесь, ну и остается добавить только берегите себя, до новых встреч. До свидания. Спасибо, Василий, спасибо всем, кто нас смотрел.